ой не все это татьяна выбрала скажем так сторону врага вы слышите темную сторону она перешла на сторону зла вот пусть ей рейды дают другие люди татьяна для меня умерла ты слышишь что человек говорит ну типа татьяна уже не то она изменилась вот еще такая подачка как будто рофлит пусть пусть а что с ней за новостями не следите что по пьяни там со всякими людьми мириться вон та не отреагировала так он рофлил а до прикольный рофал что в итоге обиделась татьяна на эту на эти слова прикольно рофу и танец ответил насчет той ситуации а ты вова как раз таки мыслишь как малолетка что если год старый алло у тебя чат в говне старый у тебя там гадости пишут в чате прошел можно их забить можно переобуться можно и вообще так так петь и схавать можно да слышите его за дело пиец как же он за всем по и на твою гаечку и на тебя с ней отвечают сука ты успокойся ты больной человек ты сидишь какую-то не обсуждаешь ты навязываешь свои интересы другим людям очнись никто не будет жить потому что так сказал какой-то алексей губанов с твича иди нахуй каждый решит сам как кому и с кем ему общаться это я сейчас заранее сказал переобуться что за хуй ты переобуваешься чаще чем я бы если у тебя есть друг можно их забить на друга бы слушаем дальше о каких-то принципах мы вообще не говорим о каких-то чего при этом мне говорит про 30 лет так вот именно я взрослый человек да и 30-летний вот эта разница поэтому я как бы отвечаю за свои слова так если вот была ситуация у нас все это до конца я как бы ну свое мнение не поменяю и татьяна она при а по казино чё скажешь красно знает мою позицию типа она знает меня хорошо и она знает соответственно и ситуацию с гаечкой да и она знает как я отношусь к тем людям кто продолжается не дружить мне на них я не то чтобы прям осуждаю там грушу вот в этом это их дело что там в чате происходит царите чего него пишут я хочу сразу тоже добавить за хуй облегчая никому с ней общаться существую но это не модерируемый чат это трава а тогда надо заблюрить слышите я думаю это твич очень похоже просто все ой вот так сделаю мне на них просто по и типа не то чтобы я там вот суки я им не запрещаю я что совсем в этом плане я не настолько я не могу им запретить как и татьяне это ее право так хорошо но если ты не можешь запретить тогда в чем прикол подъебывать сидеть я не понял пусть общается но просто мне как бы на нее все общается и ладно ну я сделал свои выводы а запрещать я не могу пусть общается ну это ее выбор она его сделал все у меня вопросов к ней нет типа я я понимаю а это татьяна бля но прикольная логика на самом деле в принципе я могу с иисусом не общаться потому что он не хочет общаться станей по этой логике по моему нормально да типа ну типа я просто выводы сделал типа да я обслушаю постепенно я же стример слушаю вот эту хуй просто ахинею окей я понял логику с тем что человеку на него сделал выводы это не как как это относится к тому что ты на стриме сказал что она вот помирилась я и рейды не дам еще какую-то начал нести что-то я не понял прикола но типа не высирай скажи спокойно и все я и знаю давно я даже если честно не удивлен этой ситуации вот знаю давно не удивлен татьяна татьяна ну типа вы скажете это не даё бы типа не цепляние то есть чел сидит на определенно да то есть но если уж будем по факту говорить это татьяна это какая-то это ненормально что так и говоришь вообще понимаете в чем проблема у татьяны нету той базовой аудитории огромные которые можно вот этого пчела на место поставить и сказать что ты 30-летний долб отстань уже просто и как бы если человек хочет общаться ты-то каким боком тут ты можешь не общаться с кем угодно я видимо высказал он ебать прям в начале момента прям с ебалом красным сидит у него прям жопа горит он прям пытался мне что-то доказать ну короче не важно я еще раз повторю лишь о том что чел всячески избегал ее их никуда не хотел приезжать потому что там есть она то есть грубо говоря но вы поняли это полный это не взрослые поступки это поступки шизика больного я хочу ошибаться я хочу чтобы это было неправдой и он там будет сидеть меня хуйками крыть орать доказывать что-либо татьяна является хорошим для меня человеком и если она выбрала общаться с кем ей хочется это ее выбор я не буду менять мнение по поводу этого мы все варимся кроме хесуса в одном кругу мы все пересекаемся миллион раз где мы все в тусовках это он один съебался на другой континент и сидит там один дрочит понимаете у него из друзей там на вас наверно дизи только один который рядом с ним живет это там далеко ехать мы все здесь пересекаемся на общих мероприятиях прилетаем друг другу там еще что-то в турцию в дубай я уверен полетим кому-нибудь еще потусить все пересекаемся всю свою жизнь на сидеть и чела вот гавнить 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 но это пиздец ребят но это мега злостная какая-то я не знаю сидит чел 30 лет на обиделся на какую-то доллёбку 18-летнюю сидит еще на на ту женщину на мою получается подругу которая с той мелкой общается вы вообще абсурд слышите на какой я жизнь своя есть забей или ты скучно живешь что у тебя есть что обсудить кто там с кем дружит а кто нет я не понимаю это я готов реально вот пообщаться сейчас за эту тему чтобы она больше не всплывала например если я не прав окей я не прав но я не буду слушать это от чата от твоих подписчиков которые налетели на инфоповод а я буду слушать это конкретно от тебя почему ты имеешь право вот так вот вкидывать на татьяну которые лилипутик мой я я игра потому что ну надо решать все это дело обнимаешься что-то не устраивает ты можешь прийти сказать высказаться еще когда там был у меня сложный период с алинкой моей я очень как собака поступил пошел короче решать вот эту проблемку на день рождения своей девушки я еле старого уговорил остаться это он постоянно всячески меня оттаскивал чтобы я с ней не общался ну короче бля я не знаю игры это не надо неадекватное дерьмо я уже вам рассказывал про это и как бы бля я все жду думаю блин когда же он станет серьезным типом скажет ребят я чисто подрубаю с кайфу мне вот это говно все кто там с кем дружат по бля погнали просто стримить будете мой стрим смотреть погнали все let's go придет сам позовет чего-нибудь а вот это вот постоянно я не хочу я не буду писать то еще то то я много ему сделал я много срал всегда и всегда проехался и всегда его байтил но если вы внимание обратите я его не касался долгое время и вообще не трогал мы даже играли в игры я стал серьезней относиться это не на меня вкинуть понимаете я это схаву и мне по абсолютно что он говорит это татьяна она после стрима со мной переговаривала что и это очень сильно зацепило слова старого как бы и ну на фоне татьяны старый он медиагигант получается большой чел я это воспринимаю как посмотрите вот я с ней не общаюсь какой вот она человек я вот из дострада и он скажет что он так не делает но это так выглядит у деда травму бы но и что от меня бесит люди которые говорят это травма и ч omou today по делать что травмы тебе все прощать или что ты можешь делать любую потому что у тебя травмы ну да я типа по башке я на кирпичом скажу у меня травма а ты меня пожалеешь это не оправдание если у тебя травма иди лечись наблюдайся работой над этим это только твоя проблема что у тебя травма ты должен над этим работать если ты этим не работаешь я сейчас не говорю что вы Хесуса травма. Я сейчас Типу ответил из чата, который хуйну высрал, очевидно. Для меня все люди равны. Травма, не травма абсолютно не имеет никакого значения. Я кинул друзей, потому что уехал в США. Я считаю, что настоящий хороший друг наоборот поддержит тебя, если ты друг его. Захочешь куда-то переехать. Тем более в США. Нормальный друг скажет, братан, ты молодец. Удачи тебе в США. Это охуенно. Но да, есть такое. Охуенная тема. Переезжай. Я превозможность твой друг. Мне нравится, он говорит, тем более в США. Тем более в Японию. Тем более в Китай. Тем более, я не знаю, в Голландию. Тем более в США. Других стран нет. Да я не знаю просто. Окей, да, я согласен с этим высказыванием. Я согласен с Йесусом тем, что друг какой-то поддержит. Но опять же, эти рамки, они у вас в голове. То, что, например, вы бы так поступили, не значит, что другой бы человек поступил. Кто-то обиделся. Потому что что сподвигло его уехать, вы все причину знаете. Один пунктик сподвиг его ускорится в этом плане. А мы с ним говорили, может не надо, типа. Вон он с этой расстался, получается, и сразу, моментально, там, я не знаю, там неделя, по-моему, две прошло, что ли. Все, его уже нет. Но и это его мечта, да. Но он тут-то сидел, а потом как сразу это, хоп, то улетел сразу. Типа он сказал, что его, типа, ничего не держит вроде тут. Тоже перееду. И мы будем вместе, там, в США. Да нахуя мне твоя США? Ты, я тебя считаю другом, сука. Зачем мне туда ехать? Потому что ты мой друг? А почему ты со мной тут не остался? Я не понимаю этой логики. Прикольно одеяло на себя переворачивать. Мне кажется, в этом случае, когда ты считаешь кого-то другом, вы должны вместе обговаривать этот момент. И вместе договориться, и прийти к компромиссу. Так делают взрослые люди. А не так, что если ты друг, ты ко мне приедешь потом. Пи***ц, вот я сейчас возьму ебать, уебашу в Германию и скажу, Алин, если ты моя девушка, приедешь ко мне. Ну что это за говно? Это не так работает. Какие-то предрассудки, предрассудки 16-летнего пацана, правда. Я не понимаю, это на полном себе, это не рофл. Безусловно, я бы не поехал. Типа, я бы не поехал 100%. Типа, мне комфортно, где я родился. Типа, ну вот так вышло, что сейчас время такое ебучее. Я вот получается, вот в таком-то положении сейчас нахожусь. Но я нигде в другом месте не выживу. Я себя знаю. И тут уже разный характер. Понимаете? Вот и все. Разные характеры. Ему комфортно, я бы там не смог никак обжиться. А вот такие, как Татьяна, блядь, и другие, кто начинает тебе наоборот топить, тебя предъявлять, гасить за то, что ты просто переехал. Ну это вообще бред, ебаный. Не, я понимаю, конечно, там всякое, но вот это вот, так? Я вот вижу разницу. Че бы он не сказал, все пишут факт, факт у него в чате. У меня же со мной люди дискутируют и спорят, в чем я не прав. Ну то есть, как вот так возможно сделать? Я тоже так хочу, блядь. Когда ты там живешь в России, я в шоке. Где, сами знаете, че. И тебе еще предвали, что уехал отсюда. У меня родители в Новокузнецке. Что, мне надо было до конца жизни сидеть, перейдеть в Новокузнецке? Потому что там родители, блядь. Как ты... Нет, хе с собой забрать, логично. Спросил родителей. Ну отбыло сидеть дальше вот в Новокузнецке. Ну вот, мое мнение. Но я бы не смог это сделать. Это плюс еще одна причина, почему я тут. Они не хотят. Ну это их право, значит. Все, в чем проблема. Не хотят и не хотят. Все, окей. Вопрос ноль. Вопрос снят. В чем, даёв? Ну я же не знал, это вы мне сказали, я теперь знаю. В Новокузнецке в заводском районе сидеть, блядь, и все. И нихуя не делать. Никак не развиваться, блядь. Не двигаться вперед. Ну ты вообще пи***ц. В чем твое развитие? Просто ответь мне. Я не понимаю. В чем развитие? Если у тебя профессия ебает, тебя можно возле помойки посадить, и ты там же развиваться будешь. В чем развитие, блядь, я не пойму. Ты какой-то, я не знаю, в офисе сидишь. Карьерный рост у тебя может какой-то есть. В чем развитие заключается? Мы стримеры. Я могу к любому из вас домой приехать и там стримить. Это что, деградация называется, если я к вам приеду в гости? Нет. Смена обстановки будет называться. Это просто дебилизм какой-то, ебаный. Я не знаю, блядь. А, ментально и культурно развиваться, блядь. Блядь. Вот эти мне люди могут говорить про то, что ты 30 лет, взрослый человек. Вы, блядь, я послушайте, что вы вообще несете. Я вообще в шоке. Бойся. Тесус, ну тут в данной этой самой ситуации. Я считаю, ты прав, реально прав, действительно прав, правый. Просто я хз, мы с ним говорим о дружбе как таковой. Если Татьяна меня другом не считала, окей, значит я, видимо, дурак, блядь. Что-то, видимо, не так думал. В таком случае у меня вообще так до вопросов к Татьяне нет. Пусть там с кем хочешь. Правый, правый. Да не, не правый, получается. Вы, блядь, извините. И дружба. Очень грязно. Я объяснил, как вот с моей стороны выглядит дружба, да? То есть для меня друзья это все. Я для друга сделаю все, ебать. И я считаю, что, ну как бы я и хочу и в ответ тоже. Чтобы и ко мне такое же отношение было от моего друга. Так. Согласен. Иисус мне помогал. Очень много раз. Я это не отрицаю. Я как говорю, да? Если моего друга кто-то обидит, я с этим человеком никогда общаться не буду. Но это не то же самое. То есть в данном случае его обидела, получается, камень. Камень обидел Хесуса. Значит, что? Но это отношение. У вас, блядь, отношений не было? Или вы не знаете, как это работает, когда, например, вы вливаетесь в одну тусовку общую? Это же вообще неправильно, блядь. Вот, к примеру, ты и девушка, например, в одной тусовке. Так происходит, что вы ссоритесь и отвратительным способом вы друг друга хуесосите. Самый худший вариант расставания это друг друга хуесосить и вообще никак не общаться потом в дальнейшем. Ну, то есть отвращение к человеку вызывать. И в итоге вот эта вся тусовка, она начинает определяться, за кого она, понимаете? Не должно быть так, я считаю. Так было бы правильно. Не должно быть... Как объяснить? У меня слов не хватает. Я думаю, у кого отношения были, у кого тусовка общая была, тот понимает, про что я говорю сейчас. У меня у самого так было, типа. Я хочу сказать, это вообще неправильно так. Дружить с ним там, я не знаю, и так далее. Нахерно мне надо. Это же вообще пи***ц. Ну, это же логично, блядь. Моему другу будет неприятно, если я буду общаться с его, скажем так, в кавычках, врагом, да? Как и Вове будет неприятно, если я подружусь с Никоглаем. И Вова это поймет сразу, да. А тут он не понимает, потому что, ну, с ним же это не произошло. Это произошло только со мной. Это ситуация, которая касается только меня. Блядь, ты, по-моему, что-то путаешь. Ты сейчас нахуй сравнил отношения с Николаем, где, неважно из какой страны, ты все равно его хуйнющишь. И если бы ты подружился бы с ним, ты бы говна пожрал от самой аудитории, начнем с этого своей. Это первое. Сравнение и разъебы. Одно и то же, я хочу сказать, сравнил. Вот если бы сказал, что он начал дружить с бывшей, я бы еще, может быть, аналогию понял, как бы. Я заебался с ним кусочками общаться вот так. Позовите его Таню Хесуса. Сейчас вот это вот на корню зароем, чтобы вот этого не было. Если бы мы не можем нахуй им в публичном поле постоянно вот это выливается, в публичном поле и заканчивайте это. Продолжаю дальше это говорить, как и год назад. Аллоу! Здорово, Лоухи! Здорово, Лоухи! Привет, меня нормально слышно? А ты что, на улице? Нет, ну мы же все в кальяне сидим, Алина только что приехала, мне пишет. О, класс! Класс! Тань, можешь хуйня забить, я тут дальше поболтаю. Не-не, я хочу, просто мне все позвонили сразу же. Да, Володя за тебя заступается, типа, и... А я не видел этот видос, мне только сегодня скинули. Я же, блядь, не мониторю эту ситуацию. А, так я же ничего не сказала, а там Хесус с тобой был разговаривал, или... Ну как, он как бы, ну, со мной, но с записью разговаривает. А, я думала, я думала это, я просто тебе скажу, вот как есть, ты правильно сказал. Пойми, вот, ты надеешь, что Хесус посмотрит клип у тебя, я знаю, что это так и будет. Да он посмотрит и обосрет нас еще раз, типа, вот что будет. Нет, я просто... Ну, хотя бы ты не одна будешь говно хавать. Просто этот топор войны, этот топор войны, я не стала лучшими подружками с Гаечкой. Мы не играем с ней вместе 24 на 7. Мы не стримим, ничего. Просто мы находимся в одном комьюнити, где, как-никак, грязь вот эта должна была закрыться, которая происходит вообще. Для меня, сделайте потише, вы все, конечно, все сидят здесь, смотрят вовинг-стрим. Все с телефоном, все, блядь. Я для себя закрыла грязь, которая была между нами. Мы косо смотрели, мы за спиной пиздели друг на друга, что Гайка, что я пиздела про нее. Тут мы на день рождения напились, друг друга высказали, извинились, и как бы вот эта внутри боль, она ушла. Мы не стали лучшими друзьями. У Гаечки свой круг, у меня свой круг общения. Но при этом у нас нету того конфликта, мы можем появляться в любых местах, мы можем друг другу написать, спросить, как дела, что. Но нету дружбы именно как лучшие друзья, есть обычная дружба, обычное товарищество, потому что она растет, я расту, мнение меняется. Мне тоже не нравится, с кем Хесос общается. Но я же этого не говорю, я же его за это не отчитываю, понимаешь? Я просто услышу такую фразу, он сказал, что я для него умерла. Я для сих пор считаю Хесоса близким другом. Если он считает, что я для него умерла, пускай. Это его право, это оно имеет место быть. Для меня он все равно остается как другом, как бы все. Это вот все, что я хотела сказать. Он мне не написал, он зачем-то открыл стрим, начал это публично выставлять. Зачем? Напиши мне, узнай со мной все вопросы. Зачем это? Я не понимаю, что с ним. Вот он любит хайп, вот реально, вот человек, который любит хайп. Ну напиши ты мне. Ты же не хотел вот эту ситуацию с гайкой поднимать. Я ее подняла, сейчас я вообще не лезу ни в какие отношения. Мне пуху, я никуда не лезу, блядь. Я делаю свое. Стримлю казино, послажная жизнь. Уже даже казино, блядь, не стримлю. Ну, я не знаю, он очень изменился, блядь. Я не знаю, что с человеком стало. Он очень изменился. Ну, как бы, но все равно, при этом он остается моим другом, ну, моим другом. Что бы он ни сделал, все равно... Старый, заходи сюда. Да, Тань, ну епта, ну сори. Я, типа, я тоже виноват. Я тоже сейчас интерес вот этот поднял. Мне скинули, я смотрю, тут про меня пиздец. Слушай, не забывай, что ты тоже подошел к гайке и высказал все, как есть в лицо, что тебе не нравится. Что в этом такого? Я, кстати, да, я не говорил об этом, чат. Потому что я забыл. Вот мне Таня напомнила. Пьяная башка нахуй. Я, короче, в итоге, я там в конце нажрался и опять хуй какую-то творил. Не, не говорил. Короче, я не помню, что я с ней сказал. Но я ей сказал, что, типа, что она не то делала. Что-то мы на чем-то сошлись, но я же не помню. Я не помню, на чем сошелся. Нахуй, я вообще разговаривал. Когда я тебя отвела, ты говоришь, у меня есть одна боль, которая находится во мне. Вот меня это заделывает. Я так сказал! Бля, я не помню, блядь. Клянусь, не помню, нахуй. Гайка, откатываю все. Все, я был пьяный. Я по-прежнему тебя ненавижу. Ну, блядь, давай ломать. Это шутка, Алону. Да я то понимаю. Толстая, блядь. Просто типа, я охуел очень. Я что-то, короче, я с ней пи***л по поводу того, что, блядь, я забыл, чуваки, серьезно говорю. Что мув она некрасивый сделал. Что она не написала тебе, я это знаю. Что-то такое, да. Я не помню, реально. Я уже пьяна был. Я хотела тебе написать. Я все хотела. А, во, во, во. Точно, точно. Вот это, ну, мы, короче, много чего не решили там. Но, как бы, понятное дело, что у меня никто не заберет то, что, типа, подобрали лилипута. А ну, теперь там нахуй, ебать бабки зарабатывать. Вот этот момент. Ну, я говнарь, понимаете. Я инвестор какой-то несчастный, понимаете. Я не лутаю ничего с этого. Мне бы по-хорошему какие-нибудь, знаете, договора, там, бабки лутать, поняли. Ну, что-то такое, чтобы лучше жить. А я какой-то, ну, такой добрый чел. Ты раскидываешь людей на бабки. Да, 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 да. Причем, прикиньте, сколько людей, если вы... Я не хочу че-свешным ухерам казаться. Но сколько людей через меня прошло, типа, очень много. Я же прям пи***ц древний корень. Факт, да и все... Даже она тебе... Через меня только хозяева не проходили. Типы молодцы, там, типа. Вот и все, наверное. Алло. О, все, здорово. Слышно, да, ага. Ты за***ал, что это опять за хуйня? Ну, что это? Вот ты опять пи***ишь, там, на трава сидишь. Так ты же все посмотрел почти. Я не все тут на***ю и 37 минут на***ю. А сколько ты посмотрел? 11 минут 10 секунд ровно. Так, и что не так? Давай, расскажи. Что тебя не устроило в моих словах? Я не могу так сейчас сказать. А что я говорил, блядь? Ну, как не может. Ты аж забыл, что сказал, блядь. Да я много чего сказал за эти 11 минут. Не, я слышал, сейчас Татьяна заходила. Я слышал, какую хуйню. Нанесет, блядь. Вот, что якобы я изменился, вообще другим стал. Это факт. Но не настолько кардинально. Нет, ты как бы вспомни вот по всей этой ситуации, как было раньше и как сейчас. Ничего не изменилось. Изменилось. У меня были определенные принципы по отношению к этому. И изменилось. Нет, у меня были определенные принципы, а они такими же и остались. Привет. А ты что, блядь, вернулась? Иди в кальян, курина. Дай нам пообщаться. Ради тебя зашла. Вот послушай меня, я 3 секунды тебе расскажу. Вот послушай, ты хочешь меня похоронить в своей дружбе, в своей отношении, в своей голове. Просто, послушай, что бы ты ни сделал, я не знаю, хоть против России стал 3 раза, блядь, 10 раз перевернулся там. И ты все равно будешь другом, понимаешь? Услышь меня. Понимаешь, да. Не надо меня хранить в своих мыслях, но ты для меня лучший друг. Бля, суета, да, суета. Ну, так и есть. Главное, просто не храни меня. Я тебе, еще раз говорю, нету такой дружбы, как она была. Но вот этот топор войны, он должен закрыть. У тебя новая жизнь, и там новая жизнь. Блядь, живи, нахуй наслаждайся, блядь. Ну вот, брат, главное, меня не хранить. Да я наслаждаюсь, Татьяна. Все, иди, кури кальян. Меня не храни, брат. Не храни меня. Мне пришлось зайти, я начала переживать. Зачем? Я тоже старая, мне 26, уже пожилая. Начинай переживать. С тобой дружба не хочется. Я тебе, еще раз говорю, хоть, может, говно про меня можешь говорить, я все равно будешь для меня другом. Я тебя даже там в Америке достану. Ради тебя я сделаю визу, брат, приеду. Брат, приеду. Вот, жди. Зачем у меня Давид едет визу, после я него. Приеду, брат, приеду. Жди. С тобой тоже топор закроем. Главное, не храни меня. Все, приподняла, всех поцелов по почте. Рачмет, гандбол, волейбол, баскетбол, рахметр. Согласна, согласна, блядь. Все, давай. Ой, блядь. Ну это пи***ц. Короче, я к чему говорю-то, резко пи***нул, и все. И я просто вписался, потому что это лилипуд наш. И вот только со мной на равных можешь пи***ц. Я тебе просто хочу сказать, вот по нескольким моментам пройтись, да, опять же, то, что в Татьяну, Татьяна вкинула. Якобы я там со сквадом ни туда, ни сюда. Алё, ты меня когда зовёшь играть, я чаще всего иду играть в Дредхангер. Смотри, в чём проблема. Я пишу в конфу, все такие, я плюс, все идут. Почему я тебе должен на стриме звать, ты отказываешься сначала, говоришь, потом, потом. Я не отказываюсь, где отказываюсь? Мне чат приходит. Если меня зовёшь, я иду. Чат вон, блядь. Ты вчера вкинул ху**, подожди, ты вчера опять вкинул ху**, что ты когда позвал меня в Форрес, ээээ... Да, ты не пришёл. Зрители пошли, подожди, ну, дай я объясню, блядь, ты чё перебиваешь. Твои зрители якобы пришли ко мне на стрим, начали звать, а их забанили. Это неправда, их не банили. Вот сейчас узнаем. Почему я не пришёл? Потому что мы уже половину игры прошли. Я зашёл просто посмотреть... Не х**я, мы, сука, стояли, дом строили. Мы сюжета ноль прошли вчера. И ты, если бы был заинтересован, ты бы узнал бючата, на х**и. Вы пять часов уже на тот момент играли. Да, мы пять часов строили, мать твою, дом, клянусь на х**ю. Ну, не знаю, не знаю, ну, хз. Мне показалось, что из пять часов играть, январь, ну, уже пол игры прошли. Я зашёл в одиночку просто поиграть 40 минут и закончить стрим. Понимаешь? Я стримил на тот момент уже до х**и часов. Я отказался не потому, что я с вами не хотел играть, потому что, в принципе, я уже стрим заканчивал на тот момент. Это, во-первых. Во-вторых, не банили. Чать пишет, что банили, ни х**и. Не было такого. По крайней мере, я команду банить не давал. Да у тебя всегда х**ят моих кентов. Всегда. А ты у тебя х**ят тоже моих подписи? Да как, да? Да постоянно, когда кто-то что-то пишет про меня, там, я не знаю, что у меня на стриме, сразу бан летит. Твои подписчики потом ко мне на стрим приходят и просят, чтобы я их разбанил у тебя в чате. Так и наоборот то же самое происходит. Так это проблема в модераторах. Я никого не баню. Так у меня тоже никого не банят без твоих. Ну, это ты так считаешь. Ну, потому что если там долбанец пришёл, естественно, его забанят. Окей. А что касаемо Татьяны всей этой ситуации, я тебе говорю, что у меня такая позиция, она была раньше. Ты-то должен знать, господи. Мы не подруги, блядь, а, конечно, на пьяную голову, там, давай обниматься, целоваться, какие мы классные подруги. Так и чё, блядь, дальше-то? Коллаборировать и так далее и тому подобное. Так и что дальше-то? Так что дальше? Я тебе всё объяснил в этом видосе, ты его только что посмотрел. Я не посорил весь, поэтому я тебя позвал сюда. Почему ты сравнил гаечку с Николаем? Ты же понимаешь, что это не одно и то же? Х** ли это не одно и то же. А с х** ли это одно и то же? Ну, если я начну с Николаем общаться, тебе же будет неприятно. Ты будешь против этого? Хес, общайся. Я посмотрю, что будет с тобой, блядь, ну просто. Не, слушай, ты сейчас говоришь про аудиторию. Ну, конечно, конечно. Ты же тоже это осудишь, правильно? Я сужу, блядь, да? На это есть свои причины. Вот, и на это есть свои причины у тебя лично. Ну, это не одно и то же. Ты сравниваешь какого-то рандомного еблана, который всем насрал. Это дело без тебя это не одно и то же, я согласен. А и чувиха, которая просто, блядь, с тобой рассталась. Ты, ну, вообще, что? Да, просто. Максимально просто. Хес, два года прошло просто, я не знаю. Типа, у тебя есть любящая девушка твоя, вот. Дожди, не, не. Девушка твоя любящая. Ты сидишь какую-то тян рандомную, с инетом, бывшую, блядь, обсуждаешь. Это просто, блядь, бред, маразм какой-то. Я не обсуждаю, блядь, господи, боже мой. Пора бы уже х** на неё забить, у неё своя жизнь. Да я них**я не начал мусолить. Я них**я не начал мусолить. Ты сидишь, смотришь это видео. Смотри, я увидел этот видос, ты напи***ил на Татьяну, я высказался, ты начал разгонять дальше. Вот, пожалуйста, пруф. Я тогда в конце стрима сказал, что я не дам рейд Татьяне, да, всё, типа, я не хочу с ней вообще никаких дел иметь. Я про Татьяну говорил, я не обсуждал гаечку. Речь была про Татьяну, про её поведение. Как будто бы ты не знаешь, что это первый раз от Татьяны подобное влетает, или ты будешь это отрицать. А у неё есть косяки. Она меня называет, типа, лучшим другом, братанчиком, братаном. В итоге, зная, какая будет у меня реакция, она прекрасно это знает, потому что она на тот момент со мной, ну, постоянно общалась, и по этой теме в том числе. И она знает, какие у меня принципы по отношению к этой х**не. И она, как бы, понимая это, ну, вроде как, как мне казалось, она вроде женщина не глупая. Ну, как бы, осознанно берёт, и вот, соответственно, делает подобное. У неё есть проблема, огромная, масштабная, которая знает абсолютно весь твич у Татьяны. Это любую х**ню вкидывать. Без разбора вообще. Так я про это и говорю. Но! Хес, ну ты же... Вот смотри. Господи боже. Но ты же понимаешь, что это неправильно то, что ты сейчас говоришь. Это для тебя неправильно, понимаешь? У меня есть своё понимание о дружбе, в том числе. Понимаешь, Татьяна? Бро, послушай меня, послушай меня. Во, 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 послушай, Хес, ты понимаешь, что... Вот, Алексей, послушай меня. Ты живёшь на другом континенте Америки. Алексей, послушай меня. Алексей, я пересекаюсь с этими людьми почти постоянно. Где ты пересекаешься? Алексей, я в Турцию. Внимательно. Я прилетаю в Турцию. И что, ты на неделю туда приехал? Да не перебивай меня. Да я два раза приезжаю. Потом я ещё приеду. Дело не в этом. Она находится там, в одном коллективе. Послушай, я же человек, который живу. Я живучий организм. Ты же не знаешь, что я чувствую внутри. Я же... Ты же не знаешь, что я чувствую просто... Вот есть у людей конфликт. Его надо закрыть. Надо высказаться друг к другу. Какие недопонимания есть. Ещё раз говорю. Дружба, как раньше, её не будет. Но при этом поддерживать какое-то общение, потому что мы находимся в одном коллективе, оно не помешает. Бля... Татьяна, ты говоришь... Ты сейчас говоришь, что дружбы там и прочее не будет. Вся хуйня. Послушай меня, Хес. Не придум... Подожди, не перебивай. Ты услышишь одно о том, что люди меняются. Они растут, и они меняются. Это свойственно быть. Ты не... Ну, ты не... Ну, Хес. Ты не прав вообще. Ну, типа, сейчас ты вообще не прав. Дайте я скажу, бля... Ты... Смотри, старый, в чём проблема? Я с ней тоже пиздил. Много чё закрыл. Ты хоть раз её на стриме моём видел? Может быть, ты видел... Может быть... Да, погоди. Но это такой же пример. Я пообщался. Но в данном случае мы говорим про Татьяну, да? Какая нахуй разница? Кружочки в телегу высирать. Да потому что я не такой чё... Да какая нахуй разница, бля... Окей. Допустим. 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 Допустим, я бы залил... Кружочек, бля... Нету коллаб, ты не понимаешь? Что я как уехала в Турцию, нету ни одной коллаба. Тань, выйди, а, выйди. Татьяна, мы тебя поняли. Ты меня... Я тебя выслушал, дай мне слово пообщаться. Сиди, слушай стрим и не заходи, бля... Вот, то есть ты... Татьяна, ты сейчас говоришь одно, но у тебя в телеге тогда в кружочке было всё совсем по-другому. Послушайте, мы с Дашей... Мы с Гаечкой, всё... Мы прям все решили свои конфликты и... У нас всё заебись. Ждите коллабы. Даша молодец, Даша возрослела. Всё будет заебись. Короче, представь, представь, что я так же, типа, подружился, всю эту хуйню захуятил, пожрал говна от аудитории, потому что 100% бы так было, бля... Допустим, я бы залил вот эту хуйню, и что? Ну, и чё? Ты бы вот такую хуйню на меня бы, блядь, вкинул? Ну, я бы сказал, да. Ну, мне было бы неприятно. Но при этом, при этом я с ней не общаюсь никак, не пересекаюсь. И сделал я это исключительно ради того, что я, естественно, плюсану к Татьяне Денисовне. Всё остальное, бля, мне похуй, чё она сказала. Но вот то, что она по факту сказала, это то, что мы один общий большой коллектив, ты вне коллектива. Почему ты вне коллектива? Как бы это обидно не звучало, нет, не подумайте, что я его не считаю в коллективе. Он далеко, он типа на тусовках с нами не пересекается, поняли? В этом прикол. Он не знает, как мы там чё. И постоянно заходить, и вот это вот смотреть на мелкую, когда она там тебя избегает, и ты её избегаешь, это полная хуйня. Можно было бы не дружить, просто вот закрыть этот момент, чтобы ну хотя бы привет-привет, и всё, и вы рассошлись. Ну, у вас разные дороги, блядь, абсолютно. Да, я тебе скажу. Коллектив 2.0, блядь. Какой коллектив, блядь? Ты сидишь вот в данном... Хесус, мы стримеры, мы стримеры. Как часто ты там с этим коллективом пересекаешься? Раз в полгода, блядь? Какая нахуй разница? Я хочу раз... Я хочу раз в полгода не сидеть и не смотреть косо на гаечку. Какая разница, сколько раз, блядь? Это факт, факты, факты, блядь. 2-1, блядь, какая разница, сколько раз? Тань, выйди. В этом плане, может быть, да, но мы сейчас говорим про Татьяну, да? Ты говоришь, что не как кружба и так далее, но Татьяна у себя в кружочке всё немного иначе показала. Так, да, в телеге? Я же ещё раз повторю, я из этого... Ты пьяная, Хесус, ты понимаешь? Да, хуй, ты пьяная была, ну заебись. Бро, я, Вова, мы были вообще не хозитые. Меня это ебать, что ли должно как-то? Я еле до дома доехал. Таня, Таня, выйди. Бля, а в итоге хуй х*** я, да? Да хуй х*** ты только потому, что ты реагируешь странно на это. Ты людей отменяешь, ты людей, ты людей отменяешь за то, что они там какие-то между собойчики решили. Хотя все осознают, все осознают, все осознают. Я этом знаю, какое у меня будет отношение к данной ситуации. Да не цепляйся ты к кружочкам, ёптвое мать. Да я скажу, Татьяна мне не чужой человек. Типа, я её тоже как бы там подругой считал и так далее. Как и она там всё время мне говорила. Считал. Друг, братан, нахуй. Я помню, что она про гаечку говорила, это тоже, кстати. Всё высказала, я всё высказала ей в лицо. Ну молодец, что ты всё высказала. И что это, что-то меняет, что ли? Я для себя вот эту грязь ей высказала в лицо, и она мне высказала. Весь пиздец закрыт за спиной. Ты понимаешь, я первый раз приехала, она около лифта в меня встала. И мы стоим, два камня ебаных. Ни привет, ни пока друг другу не скажем. Вот надо бы, скажи, вот мне это надо, это говно. А я приезжаю, и Вова приезжает к Эвелону. А Эвелон-то не может в Москву приехать, понимаешь? Ну, а гаечка находится около Эвелона постоянно, понимаешь? А я не хочу вот так даже человеком просто привет не сказать. Камень у меня на душе, блядь, стоит, понимаешь? Хотя бы привет, она ничего не сделала, понимаешь? Чтобы на неё как-то обиду, блядь, ну ничего она не сделала. Ничего, да ну нахуй. А я помню, ты что-то по-другому как-то говорила раньше. Нет, Ань, ты не права, ты не права сейчас. Ты сейчас хуй какую-то вообще несёшь, блядь. Мне 26 лет, я расту, мне что, вот это негатив на себе до 30 лет до пенсии внести? Ну зачем мне... Да нет, конечно, надо схавать всё. Типа, два года уже прошло, а надо забыть. Это не схавать, дядь. Обсудить это не равно схавать. Схавать это когда я бы вот этот видос увидел, блядь, и сказал, да пуйуй. Понимаешь, вот это схавать. Да не, не, всё правильно, да. Два года прошло, пора бы забыть уже. Не забыть. Старый, ничто не забывается. Говно всегда помнится, больше чем добро. Это знай, факт нахуй для всех людей. Сколько бы человек тебе доброты не сделал, один раз стоит ему обосраться перед тобой, и он хуйрос до конца жизни. Но с ним, с ним, ты можешь... Обосраться можно по-разному. С ним ты можешь обсудить. Даже, понимаешь, даже в отношениях, когда ты сидишь, и у тебя в голове всплывают плохие какие-то моменты, но как только ты расстался, спустя время приходит осознание тебе, что не всё плохо у тебя было, что у тебя было дохуя охуенных моментов, и что ты был ебан. Это так работает всегда. Всегда самое говно, оно всегда вот на поверхности вспоминается. Ну так работает мозг. Я к тебе к чему это всё куйнедушно объясняю? К тому, что я это помню. И помню, что она сделала, как она обосралась. Но я ещё раз говорю, несмотря на то, что мы разные сквады, я с ней, если приезжаю, не к ней я приезжаю, если бы я приехал к ней, блядь, ты бы по факту доебался. Я приехал на Дрэген Сухи, я не хочу ходить и вот так вот, блядь, там гаечка, ну это хуя не здоровая, блядь, мы стримеры все. Да потому что я на себя проецирую, потому что, блядь, это не адекватно. Да потому что так... А если б я записал? Если б я записал, какое нахуй дело? Ну вот что ты к словам прицепился? Ну вот если... Господи, я же в этом видосе тебе объясняю, что у меня вот такая позиция. Смотри, проблема в чем? По отношению к дружбе. Ты же не знаешь, что я с ней мог обсудить. Я бы мог с ней хоть там ее в жопу выжать, условно. Прости, строго, просто пример. Сказать, ты моя девушка, вот такая охуяня, я тебя люблю, уважаю, но я не записал кружок. В чем разница-то? Просто об одном ты не знаешь, а о другом знаешь. В чем разница? Лучше не знать тогда, наверное. Да нет, старый нахуй. Лучше уж решить что-то, понимаешь? Она могла с ней так же пообщаться, решить все вопросы и все. Но нет, надо обязательно, как обычно, на публику. Все вывалить и показать. Вот, смотрите. При этом, знаешь, что какая еще реакция у некоторой аудитории тоже будет? Чест, чест, я вот, брат, я вот такой человек, который на публику ставал. Ну, так я тоже такой вот человек, понимаешь? Такое у меня отношение к дружбе. Вот, а ты человек... Нет, старый, а ты, а ты хайпажор. Сейчас Татьяна. Причем тут хайп, где? Кто сказал это? Я эту тему сейчас обсуждаю. Кто сказал? А кто сказал это? Я? Это Татьяна сказал. Да нет, это не я сказал. Я ничего не говорил. Так вот, да-да-да. Старый, ну это факт, ты хайпажор. У меня тоже как бы определенное отношение к дружбе. Вот оно у меня такое. Ты хайпажор. Если бы тебя кто-то там обидел, я бы не стал с этим человеком обидеть. Ты хайпажор. Еще что-то. И мне похуй, в каких он кругах находится, блядь, и так далее. Мне по е... Ну это хайп. Ну да, жесткий хайп. Тань, просто единственное замечание будет базар е... Базар, базар фильтруй. Че надо постить, че не надо, блядь. Ты человек... Ты, ебанчик, у нас импульсивный, понимаешь? Человек, сегодня дружишь, завтра опять говно на нее напиздишь. Ну то есть, ты как бы... Ты же понимаешь, что мы зарыли все. Просто мы просто зарыли топор войны. Все, что? Где-то что-то поменялось. Нет, как все живут, так и живут дальше. Вот ты такой человек, а я вот такой человек, понимаешь? Ты же... Ну, в 40 лет ты будешь другим уже. А я буду в 30 лет другой человек. Как бы мы же имеем прав... Блядь, моя жизнь, она растет. Понимаешь? Ты 300 раз переобуешься, блядь. Молодая сука. По поводу тебя, по поводу нее, по поводу другого человека, кто-то не... Ты 300 раз переобуешься, блядь, я оденусь заново. Ты пришла сюда, начала говорить, что Хесус вообще изменился. В итоге ты говоришь, что это ты сейчас изменился. Ну ты же изменился, но изменился. Бро, ну много в чем-то изменился. Да в чем много-то, пример хоть один. Ну, по крайней мере, распизделся, что-то чуток. По каком плане-то, блядь? Ну, это факт просто. А в остальном все так же по-старому. Может, я говорю, в чем изменился? Да, вот в комнате. На уху, ты просто изменился. Ахууу, да, блядь. Все, Тань, иди нахуй отсюда. Конструктива ноль, блядь. Все, брат, давай, слушай. Я тебе что говорю? К тому, что так, мне кажется, не должно работать, что ты хоронишь человека, потому что он там что-то, блядь, между собой забил. Ты никто ее не хоронит. Ты сам сказал! Ну, в этом плане, может, я перегнул палку, типа, и она для меня мертва, блядь. Но, как бы, скажем так, другом я ее не считаю. Потому что в моем понимании, друзья, так не поступают. Старый, слышишь? Ребята, 25-е, 25-е, 0-2, 2023-е, 23-е, двоеточие, 0-0. Старый признал какую-то ху**у. Я это записал. Клип. Подождите, а при чем он переоблыл? Старый согласился. Я не собираюсь с Татьяной, блядь. Со мной. Моя позиция не изменилась. Я в шоке, блядь. Я в том плане, что, может быть, я, скажем так, жестко сказал слишком. Жестко это звучало. Это очень жестко звучало, и к этому даем, блядь. Но, по сути-то, ничего же не изменилось. Я мнение это свое не поменял. Оно у меня осталось таким же, оно таким будет. Некоторые пишут, почему я общаюсь там с тем же Эвелоном и на стримы к нему хожу. Эвелон для меня другом никогда не был. Мы с ним не общались, даже ни разу в жизни не виделись. Я не запрещаю кому-то общаться там с той же гаечкой. Пусть общаются там и так далее. Но Татьяна, которая считала меня... Старый, как-то очень неправильно получается. Я не запрещаю, но если ты будешь общаться, то тебе пизда. Ну, как-то, ну, что-то как-то не складывается, блядь. Я говорю сейчас про друзей. Но ты уже ее вычеркнул? Ну, потому что я помню, что Татьяна говорила. Старый, ты либо абьюзер, либо газлайтер. Ты либо абьюзер, либо газлайтер. Выбирай, что, блядь. Из этого больше тебе нравится. Сначала одно говорят, потом другое. Что из этого больше по кайфу? Ну, вот два слова тебе разные. Я лох. Нет, ты абьюзер, блядь. То есть, просто представь, смотри. У меня есть определенные принципы. У меня свое понимание о дружбе. У тебя вот другое оно. Ну, нахуй мы сидим, спорим. Мы ничего друг другу не докажем. Я не хочу, чтобы со мной так было, ёпта. Да вдруг, нахуй, тебе сейчас придут под дверь насрут тот, я не знаю, дизи, блядь. А я с ним закорешусь, нахуй. Ты такой, блядь, хуйятина, ебан, блядь. Все, нахуй, ты мне не друг, блядь. Как часто подобное происходит в жизни, извини меня. Да достаточно одного, нахуй, раза, видимо, на 20 лет твоих вот этих вот принципов. Я уже чувствую, нахуй, на твоих похоронах с гаечкой стою. Зато ты будешь уверен в том, что если вот у тебя тебя кто-то обидит, то я от тебя не отвернусь. Я от тебя тоже не отвернусь, но я не понимаю приколов вот этих. Ты еще когда на ДРЭ у Алины был, пытался меня от нее отгородить. Я говорю, ты что, ебан, ты, типа, отойди. Он прям, ты передо мной прям вставал и говорит, не общайся с ней. Ну почему это так было? Объясни. Ну так ты нахуй вспомнил день рождения и, окей, вспомни. Ты же сказал принципы не меняются, блядь. Вспомни, вспомни, что произошло потом. Так вот именно, что не меняется. Ты сейчас сам вспомнил о том, что было тогда и что сейчас. Я пытался помирить. Я пытался помирить, обосрав свои отношения, кстати, чат. Поменялось? Вот ты сейчас сам, блядь, буквально признал то, что у меня ничего не изменилось. По крайней мере, по отношению к этой ситуации. Я тебе к чему говорю? Ты не должен судить или как-то вычеркивать людей, потому что они между собой, между собой, они разрулили что-то. А пусть они бы между собой это разрулили. Как это относится к тому, что Таня, блядь, к тебе, блядь. Ну в итоге это все, а в итоге это все на аудиторию почему-то вылезло. Угадай почему. Потому что Татьяна. Она не может что-то разрулить и не на публику это, блядь, показать. Особенно в своей подачке. Она сказала это. Так ты же это, блядь, разогнал. Разогнал, блядь, в конце стрима сказал, что не хочу и рейд давать как бы все. Да, и что она умерла, и что она тебе не друг. Это ты разогнала, а не она. Она просто сказала, что она помирилась. А тебе ни слова не было. Ты сам разогнал. Она не просто сказала у себя в кружочке, что она помирилась. Кес, вот, ну чтобы мне вот такую жизнь, чтобы мне было не похуй, кто там какой кружочек записал. Реально, тебя реально дохуенно времени, что ты всякую ху**ю отслеживаешь. Блядь, ты говоришь дохуенно времени, как будто я за каждым слежу. Такая ситуация только с Татьяной. И потому что, типа, я ее друг, и она меня там другом считает. Вот представь, Хесус, что ты находишься вот в России. Просто представь, да? И гаечка тоже вот находится. Представь, мы все тут сидим себе спокойненько. Также едем на тусовки, но уже два года прошло. И до сих пор ты, получается что? Получается с гаечкой вот эту вот. Приходишь на тусовку какую-то. И что? Ты же, ты же избегаешь ее. Ты не приходишь никому, потому что там гаечка, блядь. Ну это же неадекватно, блядь. Ты же приходишь не гаечке, а ко мне, блядь. К примеру, у меня ДР, я позвал, допустим, гаечку, и позвал тебя. Ну вспомни, как я тебя уговаривал остаться, и ты мне говорил, что там гаечка, ты не пойдешь. Это ненормально. Ты приходишь ко мне, а не к ней. Тогда ситуация-то была немного другая. А что? Вот допустим, я ее... Допустим, я ее... Допустим... А почему я должен выбирать? Допустим, я и с ней хорошо общаюсь, и с тобой. Почему я должен выбирать? Если я зову гаечку, то ты не придешь. Это неуважительно, блядь, по отношению ко мне. Ну, не помню, как ты с ней тогда хорошо общался. Да я просто пример... Я пример накидываю сейчас. Ну, что значит пример? Мы говорим о примерах или о том, что было в реальности? Ну, в реальности было так. День рождения Алины, ты приходишь, передаешь... Даешь мне пакет для Алины, говоришь, передай ей подарок. Я пошел. Вот как это было в реале. Это еще хуже. Я говорю, ты что, ебал, ты пойдешь и сам отдашь. Вы понимаете, что это неадекватно, блядь? А что ты мне предлагаешь? Тридцатку, блядь. Помириться, блядь? Я предлагаю тебе, блядь, я предлагаю тебе настолько забить хуй на нее, насколько это возможно. Потому что ты выглядишь дешево, как нытик. Который мониторит уже два года, что с ней и что с ней. Кто ее трахает. Кто с ней общается, блядь. Это выглядит так, чел. Это абсурд. Я вообще не мониторю. В данном случае речь... Но ты посмотрел про Таню. Да к смысле посмотрел? Я подписан на нее и подписан на пузатую хату. А зачем ты, блядь? Ну тебе не по... Это вижу. Типа, туда же не нужно мониторить. Ты просто это видишь, потому что ты подписан на эти паблики. Это, во-первых. Во-вторых, мне на стриме тогда сказали. Ты видел, что Татьяна сделала? Да мне тоже вот так же сказали. Ты видел, что сет сказал? Я открыл, посмотрел. Во время стрима. Это даже не нужно мониторить. Мне подписчики сказали тогда на стриме. Ты видел, что у Татьяны там? Я такой, что? Они говорят, блядь, она там с гаечкой кружочек записала. Я такой, в смысле? Она пьяная, я такой, понятно. Я не говорю тебе, я тебе не говорю простить, блядь, я тебе не говорю про это. Я говорю тебе, просто моделирую ситуацию. Вот так совпало, что у нас общая тусовка. И что, на всех тусовках тебя не будет, получается? Будет. Как это будет, если вот ты везде сбегал её? Да на тот момент. Ты только один пример показываешь. Я не один, я могу тебе сказать ещё несколько. Я приходил к Шадоу Кеку, я чё, блядь, как-то бегал от кого-то? Нет. Я же не избегал в будущем, ты чё, забыл? Мы с тобой были у него на дне рождения, всё нормально. Короче, ты чё делаешь? Я тебе говорю, единственный косяк, который мне непонятен сейчас, на момент Таня является тебе другом, вот ещё, ты являешься тоже другом, ты говоришь о том, что ты никому, вот сейчас в этом видосе ты говоришь, что ты никому не запрещаешь общаться, но как только она пообщалась с ней, ты её из-за кружочка, получается, вычеркнул из списка друзей. Нет, я никому, я имел в виду... Теперь ты говоришь, ты поясняешь сейчас, что это для тех, с кем я не общаюсь. Хорошо, для тех, с кем ты общаешься, что делать? Ты запрещаешь им общаться с гаечкой? Мириться запрещаешься? Нет, 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 ты сейчас немного неправда. Ну а как это понимать? Просто общаться... Нет, нет, я тебе, да, объясню. Одно дело, просто общаться, да, а другое дело, я говорю про человека, который для меня вроде как друг, и который меня называет лучшим другом. Это первое. Второе, да, что Татьяна тоже ещё говорила, и про гаечку в том числе, как она её дерьмом поливала. И ты это тоже знаешь. А тут... Ну и в итоге, спустя два года... Нет, стоп. Спустя два года встретилась и перепиздала. И чё? Ну для тебя это и чё, для меня это ничего. Если тебе человек хорошо относится до сих пор, и поможет тебе в любом случае. Я не понимаю просто. Это твоё право, конечно, мне просто интересно узнать. Ну типа просто я проецирую на себя, потому что, прикиньте, вот допустим, такой произойдёт, он меня тоже вычеркнет. Думаю, что мне, блядь, делать? Типа не общаться, что ли? Я уверен. Ты, блядь, ты уверен, что я могу сделать через год? Я сам не уверен, что я сделаю через год. Никто не знает, что будет через год. Может шарик земной, никого не будет, блядь. Вот и всё. Вроде как. Просто два года прошло, два года прошло. Всё время кто-то... Короче, я хочу видеть в тебе... Через два года тоже забьёшь, блядь, на не коглац, скажешь, блядь. Да на самом деле нормальный чувак. Ой, не-не-не, так это другое. Это другое, это другое, блядь. Потому что прошло... Ну это другое, видишь, у тебя это другое, блядь. А знаешь, почему для тебя это другое? Потому что тебе не понять, что это для меня. Как это я вижу? Соглашусь, но это другое. Вот, вот именно для тебя это другое, блядь. Так твоя логика не имеет, блядь, никакого веса, потому что ты сам к нему на стрим прибегал, когда он тебя звал. Мне было неприятно, к примеру. Ты сам к нему прибегал, приходил, Я прибегал к нему на стрим, не дружить с ним. Ну а зачем? А мне неприятно было. Ну а хуй ты, конечно, сейчас притянул. Не, ну чё притянул-то? По мне не видно было. Так я тогда приходил к нему на стрим, чтобы, наоборот, его закопать. А после ты приходил, когда тебя звали или нет? Где был? Нет? Нет, он меня недавно звал опять. Я не пришёл и отказался. Несколько раз он меня звал. Вот ты даже его в пример привёл. Хоть день без обсуждения его пройдёт вообще, нет? Ты без него жить не можешь. Ты его в пример привёл. Да вот в пример тут в видосе, блядь, ты еванул. Так я его в пример просто показал для тебя, чтобы ты понял. Так это не то же самое, нахуй. Я не знаю, при чём ты в пример привёл. Ты мог в пример с моей бывшей поставить, но ты, блядь, поставил... Твою бывшую не знаю, что она тебе сделала. Я тоже не знаю. Как я могу её в пример ставить? Если бы я знал её, как твою бывшую, что она тебе сделала, я бы, может быть, её в пример поставил. Но я ставлю в пример того человека, которого я знаю, что он тебе вот сделал плохо. Я же не запрещаю сидеть там с ней в одной комнате. Это звучит настолько уебански, что я должен приходить покланяться и разрешение у тебя спросить. Ты охуел что ли вообще реально? Где я сказал, что надо разрешение? Я разрешал. Это абсурд. Чел. Ты не разрешай у меня, когда стрим будешь запускать, спрашивай у меня. Я сказал, что надо спрашивать разрешение, дурак ты. Ты только что высказался так. Ты только что сказал, я не запрещаю говорить. Нихуя тебе царь не запрещает. Я вахуй. Ты говоришь, что я запрещаю, я не запрещаю. Ты что, дурак что ли совсем? Ты придурочный, ты слышишь, что я говорю вообще? Я тебе говорю, я не запрещаю, где я запрещал? Еще б ты запретил мне. С кем хочу, с тем пи***ть. Вот что хочу сказать. И это никак не должно. Не должно отражаться на моем тебе, на моих тебе отношениях. Я считаю. Ребята, не сурьтесь. Иди нахуй отсюда. Сам пошел. Куль ты пришел, у тебя год тут не было. Да нет, просто из-за... Просто с***л отсюда. С***л отсюда говорю. Сам с***л. Потому что тип нахуй сидел с нами, а потом нахуй и пропал хуй. И пришел вот когда сейчас... Да потому что у меня в жизни проблемы. Какие у тебя проблемы? Ты не забывай, где он живет. Алло, Вова. Я не про это говорю. Я к тому, что... Чего он сейчас-то пришел? Просто с***л. А что до этого не приходил? Потому что у меня проблемы, я же говорил. Совпало. Я могу тебе написать, что он мне приезжал. Ладно, тогда откатик небольшой. Да не, Гайка, если б старый на тебя уже х***ца забил, я бы, блядь, тоже тебя похоронил давным-давно, если честно. Старый все никак не может, блядь, гаечку забыть. Он уже, он уже на всех накидывается, понимаешь, кто с тобой. Ты, блядь, ты персона, ты персона, ты киноагент, Гайка. Понимаешь? Такая х***ца только с Татьяной произошла. Это пока что. Вот что значит пока что? Пока неугодный Хесус не применил санкции на других людей, кто с ней хуй как-либо. Да, десятый пакет сейчас пойдет. Короче, Хес, пиздец. Закроем тему, чтобы просто между собой, между собой чисто не ругаться, блядь. Я тебя зову играть. Куда? Сейчас? Сейчас. А что сейчас? Сейчас 12 уже. Надо на горшок и люли, блядь. Я еще не придумал, но знай что, во вторник, это какое число? А во вторник я на тропу х***ярю. Да мне вообще п***я ты х***ярю, блядь. Это не должно же как-то помешать. Да, во вторник ты идешь со мной играть. Вот что? Хес придумаем? У меня плойка Хесуса, могу ее сломать, потому что гаечка когда-то играла в плойку. Да, да, ломай. Не, лучше не ломай, а нам отдай. Это реально плойка у него, плойка моя, блядь. Не, подожди, в эту плойку гаечка не играла. Давай, Хес, надо все отменить. Сделаем так, чтобы ее жизнь была просто невозможна. Подожди, гаечка на Твиче стримит. Нам Твиче это заблокировать. Обращаюсь к Екатерине Мизулиной. Вот, пожалуйста, смотрите, главный х***сос сотрудничающий. Вот он, блядь, крыса. Подожди, твич, потому что здесь гаечка стримит. Ну и так и что, тему закрыли или будем дальше? Ну ты пойдешь? С Татьяной говорить? Да. Мне сегодня же, блядь. Да, 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 ну и вообще. Поговорю. Все, тем закрыто.